Барагонцы 20-22 Мы вам представим ряд интереснейших трансляций. Запланировано 6 матчей. Сегодняшний спортивный день начинается со встречи сборных команд города Якутска и сборной команды АМГИ. Это у нас группа С. Вчера сборная команда города Якутска отдыхала. А сборная команда Амгинского Улуса встречалась с волейболистами Горного Улуса и выиграла 3-0. Идет первая партия. Впереди команда Амгинского Улуса. Со счетом 8-4 выигрывает. 9-4 выигрывает сборная команда города Якутска. Представлю судьи встречи. Первый судья Афанасьев Семен. Первая категория город Якутск. Второй судья Афанасьев Семен. Вторая категория Мегина Конгаласки Улус. Секретарь встречи Терентьев и Агафья. Город Якутск. Помощник секретаря Трофимова Парасковья. Вторая категория город Якутск. Представлю стартовый состав команды города Якутска. Первый номер Гаврила Хлопков. Второй номер Иннокентий Артамонов. Пятый номер Семен Слепцов. Седьмой номер Василий Тумфали. Восьмой номер Егор Глухарев, связующий капитан команды сборной города Якутска. Десятый номер Сидоров Владимир. Одиннадцатый номер Анатолий Татаев. И двенадцатый номер Михаил Семенов. Представлены два либера. Вот у нас номер два Иннокентий Артамонов. И номер двенадцать Михаил Семенов. Сборная команда города Якутска. Сборная стартовый состав. Сборная команда Ангинского руса. Первый номер Айсен Христофоров, капитан команды. Шестой номер Денис Шустаков. Седьмой номер Сергей Игнатьев. Девятнадцатый номер Радислав Захаров. Пятый номер Анатолий Макаров. Второй номер Егор Верхотуров. Четвертый номер Геннадий Михайлов. Счет первой партии 8-10. На подаче Тумфалей. Василий. Обе команды очень высокорослые. Это говорит вам, что сегодня будет хороший блок. В первых минут встречи команда демонстрирует быстрый волейбол. Силовой волейбол. И очень хорошую защиту демонстрирует команда. Основной доигровщик команды Амгинского ЛУЗа Анатолий Макаров на подаче. Шестой номер приносит своей команде Шустаков Денис. Двенадцать девять. Девять-одиннадцать. Тудья зафиксировал ошибку. Задержку мяча. Сергей Игнатьев. Грамотно отрабатывает мяч на блоке. Выигрывает верховой поединок у Егора Глухарева. С ведущего команды Амгинского ЛУЗа. Двенадцать девять. На подаче Денис Шестаков. 2006 года рождения волейболист. Метр восемьдесят семь. Не разобрались с переходящим мячом. Доигровщик и следующий сборная команда. Да, доигровщик и шестой номер. Денис Шестаков с переходящим мячом. Практически мяч подарили. Владимир Сидор выставляет мяч в игре. Анатолий Макаров со второй линии выигрывает тринадцатое очко. Тринадцать десять. Асин Христофоров. Капитан команды Амгинского ЛУЗа. Ошибается при второй передаче Семен Слепцов. Четырнадцатое очко зарабатывает команда Амгинского ЛУЗа. Василий Туполи принимает. Сидоров Владимир выигрывает. Перехитрил блок. Мяч провалился между сеткой и блокирующими. И одиннадцатое очко зарабатывает Владимир Сидоров. Идет подавать. Проверение допускает ошибку при подаче. На переднюю линию вышел основной доигровщик Анатолий Макаров. Егор Верхотуров центральный блокирующий. К сожалению, не полетела подача у Сергея Игнатьева. Татаев Анатолий. Центральный блокирующий сборной команды города Якутска. Не поняли друг друга Семен Слепцов и Владимир Сидоров. Ошибается при нападении Анатолий Макаров. Попал в трос. Признает свою ошибку. 13-15. Забивает мяч до пола Егор Верхотуров. Со второй зоны. Охлопков говорил, не успевал пристроиться. Крайнему блокирующему. 16-13. На площадку вышел номер 11 Дилус Жахаров. Амгинской команды. Гаврила Хлопков попадает в блок. Даже не в блок, а очень низкий мяч по высоте для него. Стало причиной его ошибки. 17-13. К сожалению, очередная ошибка при подаче. Семен Слепцов. Мастер спорта России. И Анатолий Макаров. Повторное нападение приносит результат. При одном блоке. Хотя Егор Глухарев зацепил данный нападающий удар. Верхотуров Егор отдавал силовую подачу. И снова игроки команды города Якутска совершают ошибку. 18-14. 19-14. Владимир Сидоров. Атаковал на одиночном блоке со второй линии. И принес в своей команде 15-е очко. Тумфали Василий. Чемпион спортивных лигах народов Якутии. Манга-2019. В составе сборной команды. Чуропчий. В пятой партии. Как раз он принес победу своей команде. Один из опытных волейболистов. Не только сборной команды города Якутска. Но и республики. Ошибку допускает Анатолий Макаров. Конечно, для опытных игроков. Такие ошибки непозволительны против грозного соперника. Целенаправленно Анатолий Макаров ищет пальцы блокирующих. Ловит очень высоко мяч. 20-е очко приносит своей команде Анатолий Макаров. Возвращается на площадку игрок номер 7 Сергей Игнатьев. Центральный блокирующий. 2001 года рождения. С ростом 1,92 м. Сыровая подача. Посмотрим. К сожалению, улетела в аут. Вместо Гаврила Хлопкова номер 1 на площадку выходит игрок номер 4 Котор Андреев на подачу. Посмотрим, что это у него подача. Раз вышел на усиление. Разрыв в 2 очка сохраняется. Усложнил подачу. Анатолий Макаров в затяжном прыжке со второй линии пробивает оборону волейболистов сборной команды города Якутска. 21-18. 21-18. Денис Шестаков. Планирующий подачу. К сожалению, допускается очередная ошибка при подаче у ангинских волейболистов. Сейчас в концовочке необходимо быть предельно внимательным, собранным. Блок. Василий Тумфалиев пробивает блок ангинской команды. Тайм-аут команда ангинского улуса. И счет становится 20-21. И при счете 21-20. Перерыв. Первый тайм-аут берет команда ангинского улуса. Сейчас каждая ошибка будет дорого стоить. Чувствуется, что волейболисты сборной команды города Якутска в конце первого сета начинают поддавливать ангинскую команду. Заставляют ошибаться. Вот очередной отводящий прием. Но Анатолий Макаров находит брешь в блоке в тройном выставленном сборной команды города Якутска. 22-20. Айсен Христофоров капитан команды связующий ангинского улуса. 22-20. Сейчас необходимо исключить ошибку на подаче сборов в исполнении Семена Слепцова. Только в самый крайний момент показалось, что сбрасывает. мяч остается в игре у Василия Тумфали. Отличный перевод с четвертой зоны по четвертую. Блок не справляется. И счет уже становится 22-22. Сидоров Владимир. Тоже один из опытных игроков сборной города Якутска. Верхотуров ошибается. Идет Верхотуров. на этот момент может стать ключевым. Попадает в трос при одиночном блоке. И при счете 22-23 тайм-аут берет команда Амгинского улуса. У волейболиста сборной города Якутска я думаю, что напряжение спало. Догнали соперника. Вышли вперед. Вроде все начало получаться. И в приеме, и в доводке. И в нападающей ударе. Хорошая доводка. Игнатиев Сергей допускает непростительную ошибку. Посылаем мяч в аут. Одиночный блок выставлял Василий Тумфали. И счет стал 24-22. Егор Макаров подключается со второй линии. 23-24. Сергей Игнатиев на подаче. Планирующая подача у него. Владимир Сидоров принимает. Ну а Василий Тумфали ставит точку в первой партии. И с счетом 25-23 выиграла команда города Якутска. Сборная команда города Якутска является чемпионом республики Саха-Якутия первой лиги 2022 года. На спортивных играх в Намцах 2014 года сборная команда города Якутска встречалась со сборной командой Амгинского Улуса. Проиграла и заняла второе место. В 2014 году в Намском Улусе Амгинский Улус стал чемпионом спортивных игр. Но если посмотреть регалии, то в 2020 году город Якутск занимал третье место в чемпионате республики. В 2021 году третье место. И в 2022 году они стали чемпионом республики. Амгинский волейболисты в 2020 году заняли четвертое место на чемпионате республики. В 2021 году пятое место. В 2022 году шестое место. Ну а у себя на родине в 2019 году Амгинский волейболисты заняли третье место, выиграв команду Усалданского района. обе сборные имеют очень большой игровой опыт. Сборная команда города Якутска парочистки этим составом выезжала буквально в апреле месяце в городе Улан-Удэ, где проводились межрегиональные соревнования общества Динамо по волейболу Дальневосточного федерального округа среди мужчин, где выступали команды из Амурской области, республики Бурятия, Забайкальского края, из города Якутска, еврейско-автономного округа, Камчатского края. И в этих соревнованиях наши волейболисты в этой школе Кисаха Якутия заняли третье почетное место. И в номинациях лучший принимающий был признан Дубрил Охлопков, который сейчас играет под первым номером в сборной команде города Якутска. Вот он перед вами на экране. Начинается второй сет. Счет 0-0. Гавриила Хлопков на подаче. Задел у первой сборной команды города Якутска уже имеется в кармане. Я думаю, что вторую партию они будут играть уже более расслабленным. Без напряжения. Должно у них более все получится. Маковый Макаров ошибается при нападении. Попадает в трос. 1-0 город Якутск повел. Семен Семен Слепцев оставляет мяч в игре. Одиночный блок. Амгинские ребята остались без нападения. Перемудрили волейболисты сборной города Якутска. российский бессильного нападения. Владимир Сидоров ошибается. судья показал то, что мяч был в поле. Счет 2-0. Владимир Сидоров приносит своей команде второе очко. Между тем, Голио-Хлопков подает и посылает мяч вау. 1-2 Айсен Христофоров хорошая доводка Анатолий Татаев очень хорошее взаимодействие демонстрирует Павел Глухарев с Анатолием Татаевым. Игорь Глухарев связующие команды на подаче. Не подстраховали отлетающий от Булака мяч волейболисты города Якутска и от рук Радислава Захарова мяч попадает в площадку Булус Захаров. Семен Слепцов на подаче Владимир Сидоров хорошо разыграли комбинацию узкая передача за головой с места практически атакует Егор Верхотуров поднимает мяч Егор Верхотуров Анатолий Макаров судья фиксирует что был трос да немножко низковато по высоте мяч опускался еще становится 5-2 вторая ошибка у Анатолия Макарова мяч улетает в аут после его подать и после после его нападения и при счете 2 2-6 первый тайм аут берет команда ангийского улса ангийского улса 6-2 в аут аут и аут Игорь Верхотуров зарабатывает очко. В 2019 году в Бомге на спортивных играх народов Якутии. За сборную Черепчинской команды играли Сидоров Владимир, Тумфоли Василий. Тогда они завоевали золотые медали. Семен Слепцов играл за сборную команды Намского Улуса. Поставил который занял второе место. Ряд ребят принимают участие в спортивных играх народов Якутии уже не впервой. При этом они становились чемпионами и призерами данных соревнований. 5-6. Сборная команда Амгинского Улуса после перерыва сокращает разрыв в счете. Радислав Захаров на подаче. Иннокентий Артамонов хорошо принимает. Вброс от блока. И счет становится 6-6. Вячеслав Захаров продолжает подавать. Анатолий Татаев Сыграл за головой своего связующего. Сдал этот мяч. Но этот мяч не сдали его соперники. Первым темпом сыграли ребята из Амгинского Улуса. Это Денис Шостаков. В его исполнении нападающий удар попадает в поле. 7-7. Егор Веркатуров подает силовую подачу. Справляется хорошо Владимир Сидоров. Блок в исполнении Дениса Шостакова. Зарабатывается 8-ое очко. Не стал рисковать Гольвер Кокуров. Семен Слепцов пробивает блок. По краю блока. Анатолия Макарова. 8-8. Борьба продолжается. Лиинский судья показал аут. Судья на вышке показывает поле. Уверенно показал, что мяч был поле. Первый судья. Егор. Анатолий Макаров приносит очко с подачи. 10-8. 10-8. Исправляется в защите с нападающим ударом Егор Верхотуров. После нападения Владимира Сидорова. Мяч улетает в Вау. 9-10. Исправляется с приемом Анатолий Макаров. Владимир Сидоров сравнивает счет во второй партии. Айсен Крестоворов вставил блок одной рукой. Третья подача подряд летит у Василия Тумфали. И при счете 10-12. Второй тайм-аут берет команда Амгинского Улуса. Исправляется с приемом Анатолий Макаров. 12-10. Василий Тумфали на подаче. После перерыва не стал рисковать. Простая укороченная подача. Семен Василий Тумфали. Семен Шлепцов. Да, было касание сетки. Семен Шлепцов. Игроком 11-11. Захаров опускается. Задел сетку. Мяч. Переходят на сторону. Более команды главы Айпинского Улуса. 13-10. Эйс. Пять подач подряд подает Василий Тумфали. Из них четыре партийские эйса выигрывают для своей команды. Шестая подача срывается. Он сделал свое дело на этом отрезке игры. 11-14. Команда вышла его вперед. Денис Шестаков. Не успевает поставить блок. Егор Глухарев. 12-14. Евгений Артамонов. Лидер команды справляться с приемом. Хорошая доводка. Ну и Владимир Сидоров. Пробивает двойной блок. Приносит своей команде 15-ое очко. Гаврила Хлопков. К сожалению, мяч улетает в аут. До этого он тоже совершал ошибки при подаче, как мы помним. 12-15. Не получается атакующий удар у Владимира Сидорова. Автамонов. Некенец тут, как тут. Несмотря на неподготовленный атакующий удар, Владимир Сидоров зарабатывает 16-ое очко. Ошибку допускает Егор Глухарев при подаче. 13-15. Хороший прием. На этот раз Владимир Сидоров ставит точку. Выигрывает 16-ое очко. 16-ое очко. Сильнейший волейболисты у Ломгинского улуса. К сожалению, ошибается при подаче Радислав Захаров. 18-15. Анатолий Татаев, центральный блокирующий команды города Якутска. Егор Анатолий Макаров. Высокий прыжок. Практически, да, над блоком пролетает мяч. И попадает в пятую зону. Край пятой зоны. Чуть-чуть мяч перелетает за антенну. Да, практически за антенну ловил мяч Василий Тумфали. Еще раз. Такая же передача. Но на этот раз она более укороченная. И Тумфали выигрывает очередное очко для своей команды. Семен Слепцов. Вау. Полетает мяч после удара Владимира Сидорова. 18-19. Хороший нападающий удар. Ну и Василий Тумфали тут как тут. Не успели среагировать блокирующие команды Амгинского Улуса. 20-18. Закрыть вход нападающего удара. 20-18. Не справляется с приемом либерокоманды Геннадий Михайлов. И разрыв увеличивается до трех очей. 21-18. В пользу команды сборной города Якутска. Остается мяч в игре. Ошибается Владимир Сидоров. Запас прочности два очка у команды сборной города Якутска еще имеется. Денис Шестаков подает. Денис Шестаков подает. Ошибается Егор Глухарев. Связующий команды. 20-21. Вчера города Якутска. Минус один у Амгинской команды. Зрячий атаковал Василий Тумфали. Между четвертой и пятой зоной попадает незащищенный участок площадки. И выигрывает 22-го очко. Петр Андреев на подаче. Сетку задевает Владимир Сидоров. Да, была сетка. Верхний край сетки. 21-22. Нервы сдают у связующего Айсена Христофорова. 23-21. При счете 21-22. Допускает ошибку. И счет становится 23-21. Егор Глухарев на подаче. Быстро разыграли связующий и Радислав Захаров комбинацию. 22-23. Сергей Игнатьев. Вторая ошибка подряд в концовке партии. 24-22. Это чревато поражением. Для команды английского уюта. И снова, как и в первой партии, Тумфали Васильевич ставит точку. В этой партии. За счетом 25-22. И приносит победу сборная города Якутска. За счетом 25-22. Победу одержала команда сборной города Якутска. Счет в партиях 2-0. Две грубые ошибки в концовке второй партии. Счет в партиях 2-0. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. 4-0 4-0. 6-0. 1-0. 5-0. 2-0. 1-0. Продолжение следует... 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 В адрес Либера. Счет равнялся 9-9. Ошибается Анатолий Макаров. 10-9. Аут. Третья ошибка уже именно в подаче у Гавриэла Охлопкова. 10-10. Рисковал Владимир Сидоров. Мяч улетает Вау. 11-10. Впервые в третьем сете команда Ангинского лысо выходит вперед. Разыграли Марито. Подбежал, поднял блок и после этого выпрыгнув нанес удар Анатолий Татаев. 11-11. Мало кто исполняет данную комбинацию. на этих соревнованиях, ну даже среди волейболистов. не успели перенести руки блокирующие города Якутска. оборудований. Валерий Татарев. Валерий Татарев. Валерий Татарев. Валерий Татарев. Извиняюсь. Валерий Татарев. Геннадий Михайлов. Застоп фиксирует. Судья у Василия Тумфали. Да, был заступ. Перелетел. 14. 13. Сергей Игнатьев. Планирующая подача. Мощнейший удар в исполнении Семена Слепцова со второй зоны. Не оставляет шансов амгинским ребятам. Да, при этом центральный блокирующий не успевал сомкнуть блок. 14. 14. 14. Снова разыграли комбинацию. Связывающий 19-й игрок Радислав Захаров. Пока блок не может справиться с данной комбинацией. Радислав Захаров тоже молодой. 2001 года рождения игрок. Метр восемьдесят пять. Да, мощно пробил Семен Слепцов. По краю блока. Перехитрил блокирующего Глухарев Егор. 16-15. Буро Кипец выходит вперед. Но, увы, ошибается Семен Слепцов. 16-16. Перемудрил Егор Глухарев. Была очень хорошая доводка по высоте. Но он умудрился пробить ваут. 16-16. Подстраховали Анатолия Макарова. Неподготовленная атака в ангинских волейболистов. И снова Анатолий Макаров. Да, в этот раз блок не справляется. И еще становится 17-16. По краю рук центрального блокирующего проходит мяч. 18-16. Оставляет мяч в игре. Геннадий Михайлов. Но, к сожалению, первая зона осталась неприкрытой. И туда полетел мяч. И туда направил мяч Виталий Голоков. Василий Тумфали. Анатолий Макаров. Анатолий Макаров. У него тоже силовая подача. Не смог оставить мяч Егор Голохарев. Мяч попадает в потолок. И первый тайм-аут при счете 17-20 берет команда города Якутска. Петр Пестеряков. Петр Пестеряков. Петр Пестеряков. Делает замечание Василию Тумфали. Что уже превышает двойную ошибку. Просто говорит при подаче на Кати. 20-17. Пользуя команда Амгинского улуса. Сейчас посмотрим, как пройдет концовка. Смогут ли удержать данный разрыв в три мяча. Амгинские волейболисты. Сможет ли волейболист из сборной города Якутска сократить счет. Разрыв в счете. И выйти вперед. Ошибка. Ошибается Василий Тумфали. Попадает в трос. 21-17. Анатолий Макаров. На подаче. Ошибается. Рисковал. 18-21. Виталий Голоков. Вышедший на замену. Сергей Игнатьев. Допускает ошибку. Мяч задевает верхний край антенны. 19-21. Мяч остается в игре. Тут как тут блок Айсена Кристофорова. Выигрывает. 22-ое очко. Да. Блокировали Айсен Кристофоров. Денис Шестаков. В свое время выпрыгнули. Перенесли руки. Через сетку. Выигрывает 22-ое очко. Чуть-чуть не успел Айсен Кристофоров подбить этот, отличивший от блока мяч. Хотя его ждал. 20-22. Высокий мяч. Высокий съем. Удар по рукам блокирующих. Мяч улетает вау. 23-20. Очень высоко хватает мяч Сергей Игнатьев. Мясо попадает по мячу по высоте, по скорости. И опять неразбериха в команде города Якутска. 24-20. При счете 20-24 тайм-аут берет команда города Якутска. М�-аут берет Продолжение следует. 24 20 подает команда ангинского улуса после перерыва на подачу айсен христофоров не справился с волнением после перерыва и мяч подает вау от 1 2 4 сергей гнатьев неуверенно нападал мяч улетел в аут при счете 24 22 1 тайм аут берет команда ангинского улуса а а а и и Играет музыка. Вадим Ирсидоров при подаче и завершает третью партию со счетом 25-22 выигрывает команда Амгинского Улуса. Счет в партиях 2-1 пульсборной команды города Якутска. 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 Встреча между командами города Якутска и Амгинского Улуса. Подает сборная команда города Якутска. Город Якутска остался без нападения. Подстраховали своего доигровщика. Анатолий Катайев выигрывает первое очко. Для команды города Якутска как раз опускался блок. Анатолий Катайев. Но тут как тут блок Сергея Игнатьева преграждает полет мяча. Счет 1-1. Сергей Игнатьев подает. Среагировал Павел Глухарев. Ну и Анатолий Катайев не растерялся. Мощнейшим ударом пробивает двойной блок. Направляет мяч от блока Вау. Ошибается Радислав Захаров. Василий Томполь оставляет мяч в игре. Девятнадцатый номер Радислав Захаров выигрывает второе очко для своей команды. Радислав Захаров. Центральный блокирующий сборной команды Ангинского Улуса. Не поняли блокирующие друг друга. Потеряли своих нападающих. И Семен Слепцов вышел и нападал на чистой сетке. Анатолий Макаров. Мощный удар. Ему не хватает таких передач на определенной высоте скоростных. При низкой передаче он практически не успевает и попадает в сетку. Очень сложный мяч оставляют игроки сборной Ангинского Улуса мяч в игре. Сложный мяч. Мы не смогли защитить. Защититься от нападающего удара Семена Слепцова. Пять-три. Пять-три. Анатолий Татайев на вашем экране. Центральный блокирующий. Раз за разом проходит комбинация связующего из шестого номера. Из шестого в третьей зоне. Сергей Игнатьев грамотно распорядился с переходящим мячом. Ошибается при подаче Анатолий Макаров. Шесть-пять. Пять-три. Сергей Игнатьев нападал между третьей и четвертой зонами. Зря делают следующие такие действия. И получает ответку за эти необдуманные свои действия. Семь-пять. Семь-пять. Сергей Игнатьев выигрывает шестое очко. Блок отрабатывает. Блок отрабатывает. Семь-пять. Блок отрабатывает. Семь-пять. 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 После нападающего удара Семена Слепцова. Хороший был игровой отрезок. Ошибается связующий Юрий Глухарев. Мяч перелетает через антенну, через сетку и улетает в аут. Команда Амгинского «Улуса» вышла вперед. Сидоров Владимир не справляется с нападающим ударом. При счете 7-9 первый тайм-аут берет сборная команда города Якутска. Продолжение следует... На подаче Денис Шестаков. На подаче Денис Шестаков. На подаче Денис Шестаков. И снова неразбериха между связующими и нападающими у сборной команды города Якутска. И без борьбы отдают мяч Амгинской команде. 9-8. Хороший прием. Ускоренная передача. В четвертую зону. А там был готов к этой передаче Владимир Сидоров. Мяч добивает до пола. Продолжение следует... Владимир Сидоров забивает мяч и сравнивает счет в четвертой партии Анатолий Макаров неожиданно получает пас на вторую линию пробивает блок и выигрывает 11 очко между тем Сергей Игнатьев будет подавать сетку касается Владимир Сидоров да, чересчур был пас близко к сетке при этом он как бы не успевал заступил среднюю линию площадки 12-10 ваши бойцы Анатолий Макаров вроде бы передача была нормальная по скорости мяч улетел после удара вау не справляется с приемом Семен Слепцов разбирается с одним блоком Анатолия Макарова и сравнивает счет 12-12 Сергей Игнатьев не справляется с приемом Анатолий Макаров исправляет свою ошибку и приносит своей команде 13-е очко Блок в 1-1 крышует Семена Слепцова ошибается ошибается Семен Слепцов не в блок попадает а в трос 14-13 и к сожалению ошибки у команды Амгинского улуса продолжаются при подаче очень сложные мячи выигрывают и отдают просто так на подачу ошибается Владимир Сидоров 15-14 остается мяч в игре после удара Семена Слепцова к сожалению мяч улетает в аут после удара Джулуса Захарова низкий пауза мяч но Семен Слепцов делает подарок для сборной команды Амгинского улуса и посылает мяч в аут Анатолий Макаров со своей силовой подачей да ошибается Анатолий Макаров не попал по мячу Владислав Захаров и этот Денис Шестаков извиняюсь приносит команде Амгинского улуса очко идет сам подавать справляется с приемом ребята волейболисты сборной команды города Якутска но не справляется с нападающим ударом Василий Тумфали уводил мяч от блока 18-16 разрыв два мяча сохраняется хороший прием и снова Василий Тумфали сработал блок Сергей Игнатьев на одиночном блоке Василий Тумфали и прямо мяч попадает на угол шестой зоны либо на угол площадки российский неберющийся мяч расстроен Денис Шестаков Тумфали Василий на подаче необходимо выдержать данный прием первая подача выиграна и выигран очередной очко Василием Тумфали отправляется Анатолий Макаров ему же была послана передача попадает в блок и уже город Якутск впереди на одно очко попадает в тройной блок еще становится 19-18 в пользу команды сборной города Якутска и при счете 18-19 тайм-аут берет амгинская команда 19-18 Василий Тумфали на подаче и снова целенаправленно подает первую зону а там у нас стоит Либера Геннадий Михайлов и счет уже становится 20-18 необходимо потому что Либера было сместиться ближе к линии потому что мяч уходящий ошибается Василий Тумфали мяч улетает ваут ваут в этот раз он поменял направление подачи Алексей Христофоров Василий Владимир Сидоров от блока мяч улетает ваут еще еще смутся 21 21-19 на подачу вышел Федор Петр Андреев под номером 4 команда города Якутска 21-19 хороший прием укороченная передача к сожалению мяч улетает ваут после удара Радислава Захарова 22-19 22-19 додавливают волейболисты города Якутска Амгинскую команду от блока мяч улетает ваут 20-22 там высоченный блок Анатолия Татаева между тем Сергей Игнатьев на подаче хороший прием смягчение нападающего удара Анатолий Макаров Чуть немного отведенный мяч от сетки и этот мяч улетает ваут после удара Анатолия Макарова 23-20 23-20 23-23 тайм-аут команда Амгинского луна второй второй тайм-аут при счете 20-23 берет Амгинская команда technique идет прежде в эфири продriver горшнец Denise лахи 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 prostitz mean レст stamp it Подает команда города Якутска. Егор Глухарев готовится к подаче. Анатолий Макаров приносит 21 очко своей команде. 21-23. 21-23. Арислав Захаров будет подавать. Иннокентий Артамонов принимает мяч. Оставляет мяч Иннокентий Артамонов в игре. Но ошибается Василий Тумфали. 22-23. Да, попадает в трос. Был выставлен двойной блок. Ламгинской команды 22-23. Иннокентий Артамонов. Ну и Анатолий Татаев выигрывает 24-е очко. Благодарят игроки своего центрального блокирующего Анатолия Татаева за эффективные действия в нападении. Блок в исполнении 11-6 номера команды Ангинской приносит 23-е очко. В концовке четвертой партии грамотно начинает работать. Начал работать блок Ангинской команды. Особенно в четвертой зоне. Аут. Мяч улетает в аут. Недоволен своими действиями Василий Тумфали. Был выставлен один блок в исполнении Осина Христофорова. Немного отведенный мяч. Сидоров Владимир. Мяч возвращается на сторону команды города Якутска. Но на этот раз Василий Тумфали попадает в поле. Девятый метр площадки. 25-24. Анатолий Татаев на подаче. Хороший прием. Смягчили нападающий удар Анатолия Макарова. Но и Василий Тумфали. Забивает 26-е очко. И ставит точку в четвертой партии и встречи в целом. Четвертую партию выигрывает со счетом 26-24 сборная города Якутска. И счет в партиях 3-1. Поздравим сборную города Якутска с победой. Напомню, что в одну четвертую финала выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих подгруппах. Благодаря друг другу игроки. Мы увидели очень напряженную встречу между командами Амгинского Луса и города Якутска. Сейчас, дорогие телезрители, прервемся на рекламу. Не уходите, будьте с нами. Аминь. Аминь. Аминь.